Всем пользователям сайта intelbet.ru физкульт привет! Это снова я, Зураб Читая, и на этот раз я попытаюсь прервать серию, затянувшуюся уже серию неудачных прогнозов на матче Национальной Баскетбольной Ассоциации. Но на всякий случай повторю еще раз, что черная полоса это еще не повод впадать в истерику, не повод делать слишком большие ставки. Нужно продолжать играть по банкролу. Банкрол менеджмент это то, что обязательно выведет вас на дистанции в плюс, если вдруг вы верите, что ваши прогнозы логичны и верны, продуманные и правильные. Если это так, то тогда, конечно же, дистанция вам все вернет. Надеюсь, вернет и мне. Сегодня я попытаюсь прогнозировать матч Юты с Кливлендом, Юта Джаст Кливленд Кавалерс, в Солт Лейк Сити матч. Несколько раз я уже обжегся в этом сезоне на Аюте, но все же этот матч, мимо которого пройти нельзя. Победа гостей, победа Кливленда с коэффициентом минус 4, с форой минус 4,5 и с коэффициентом 1,94. Если угодно, можете даже докупить фору, например, до минус 3,5. Я специально проверял пару аналитических сайтов, один американский, один европейский, и увидел прогноз на то, что фора минус 4,5 на Кливленд должна пройти с вероятностью не менее 75%. Так прогнозируют специалисты. Я прогнозирую ровно то же самое. Да, это матч бэк-ту-бэк для Кливленда, но для Юты это вообще третий матч, даже не за 4 дня, а за 3,5 дня, поскольку был один ранний воскресенный матч. Два последних матча Юта выиграла, это, конечно, добавило хорошего настроения болельщикам джаз, но я думаю, что с Кливлендом они не справятся. Если вы видели вчерашний матч Кливленда в гостях против Клипперс, они сыграли, и это тоже важно в контексте того, что команда будет играть второй день подряд, они сыграли с широченной ротацией, в общей сложности аж 13 человек выходили на площадку у Кливленда, включая россиян Тимофея Мозгова и Сашу Кауна. В общем, сильной, слишком уж сильной, запредельной усталости Кливленд испытывать не должен, ну и Кливленд поправил свою игру, судя по вчерашнему матчу. Очень ко двору пришелся Ченнинг Фрай в этой команде, он помогает растягивать оборону и делает Кливленд более опасной командой при угрозе с дистанцией. Я думаю, что это все в рамках современного баскетбола и дает тот результат, даже если не результат, это видо по игре, что Кливленд прибавляет, это интересно в преддверии плей-офф, и это, я думаю, будет интересно и в сегодняшнем матче против Юты. Кливленд выглядит очень хорошо, Кливленд побеждает, и Кливленд должен обыграть несколько уставшую Юту, чуть более уставшую, чем сами Кавалерс в гостях. Предлагаю всем ставить с форой либо минус 3,5, либо минус 4,5, ну и всем удачи, как всегда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!